Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Неминуемо приближается 1 сентября. Не только учителя, не только учащиеся, но и их родители. Все ждут это 1 сентября как никогда, потому что где-то более полугода, наверное, школьники не видели друг друга. Школу, учителей, пандемия внесла свои коррективы. И, к сожалению, COVID-19 не закончился ни в мире, ни в Европе, ни в Латвии. И это значит, что особая нагрузка, наверное, особая ответственность лежит на администрацию школы. Как мы будем встречать всех, у кого есть дети школьного возраста. Об этом сейчас мы поговорим с нашими двумя очаровательными гостями. Заместитель директора Рижской классической гимназии по начальной школе, Ольга Городничья. Добрый день. И еще один заместитель директора Рижской классической гимназии – это четвертые и шестые классы. Инна Бурова, добрый день. Добрый день. Чтобы нашим радиослушателям было понятно, Рижская классическая гимназия, которая недавно, кстати, получила статус в государственной гимназии, это, если не ошибаюсь, самая большая школа вообще в Латвии. В Латвии, в странах Балтии. В странах Балтии. Да, даже в странах Балтии. Более двух тысяч учащихся. Да, как точно так и есть. Ну, действительно, это по нынешним временам феноменальный результат. Есть много преимуществ, об этом мы, наверное, в процессе нашей беседы поговорим, но, наверное, начнем вот с первого сентября. Все с нетерпением его ждут, с тревогой. Наверное, у вас тоже уже работы и хлопот хватает. Как будет происходить? Во-первых, такой вопрос, который часто родители задают, в том числе и, наверное, родители учащихся Рижской классической гимназии. Как будет проходить 1 сентября? Будет ли это торжественная линейка? Какие особенности? Не знаю, кто начнет. Может быть, с начальной школы начнем первые, четвертые классы. Да, особенное волнение. Нет, у вас, по-моему, первые и третьи классы. У меня первые и третьи классы. Да, это особенность Рижской классической гимназии. Особенное волнение испытывают родители тех учеников, которые первый-первый раз идут в первый класс. И строили, наверное, себе разные планы по поводу того, как может выглядеть торжественная линейка с громкими и долгими речами, с красивыми выступлениями. Но, к сожалению, жизнь... Мы все знаем, что 12-классники по традиции, там, плосочек, да, за ручку, первоклассников, да. И так далее. Но жизнь несла свои коррективы. И в этом году у нас на такую линейку выйдут только первоклассники, только учащиеся 10-х и только 12-х классов. Но все-таки для первоклассников этот праздник будет, да? Да, но это будет на большом стадионе, с соблюдением всех мер предосторожности. Социальная дистанция. Социальная дистанция, никаких ручек, за ручки никто не возьмет и не поведет. Но, тем не менее, какое-то такое вот в памяти что-то у первоклассников останется, да. Наверное, это относится... Эти особенности сразу пойдут 4-й, 6-й класс, я так понимаю, сразу пойдут в свой класс, да, с классным руководителем. Да, у нас в Звене 4-6 и далее в Звене 7-12 1-го сентября будет проходить просто как классные часы в своих классах со своими классными руководителями и кураторами. То есть линейки на улице не будет. У вас очень много параллелей, да, и 1-й, 3-й класс, по-моему, вы сказали мне до эфира, получается всего 1-х, 3-х 22 класса, да? И 4-х, 6-х, 21, по-моему, в семье политизма. В этом году будет 20 классов, да. То есть хватает ли все вот так вот кабинетов, чтобы у каждого класса свой кабинет, да? Есть такая возможность. Хватает, да, но, в принципе, министерствам было предложено 3 модели, да, из которых мы выбрали B-модель, которая предусматривает... Да, A-B-C, то есть A-модель, она предусматривает обучение на месте, да, очное обучение и только 20% обучения дистанционного. B-модель – это очное обучение и дистанционного, там, 40-60%, и C – это полностью дистанционное обучение в случае, там, экстренной ситуации. Мы выбрали B-модель, по которой все-таки ученики с 1-го по 6-й класс обучаются на месте, да. Получается так, что каждый класс будет находиться в своем кабинете, и учителя будут приходить к детям, да. Для того, чтобы они меньше передвигались и контактировали с другими классами. Вот модель B, вы уже сказали, все-таки частично дистанционное обучение. Что это значит? Это что-то будет похожее на то, что было вот во время фактической пандемии март-май, да, вот это что-то такое похожее, да? Это будет, например, один день в неделю определенные классы будут учиться дистанционно. Цель просто уменьшить вот количество… Количество классов в помещениях школы, да. Начальная школа и в А, и в Б модели предусматривается с 1-го по 6-й класс, что они обучаются в помещениях школы. Но это связано с чем? Это вот такие, в принципе, такие педагогические особенности? Это педагогические особенности, это особенности возраста детей, возможности их самостоятельной работы. Все-таки младшие школьники не настолько самостоятельны и ответственны, чтобы полностью самостоятельно обучаться. Поэтому, и чтобы нагрузка не ложилась на родителей, связанная с дистанционным обучением, предусмотрено, что по большому счету они должны, конечно же, учиться в стенах школы. Да, вот еще говоря, может быть, об этом, о самом процессе обучения в условиях пандемии, может быть, мы вернемся. Но вот если мне память не изменяет, ведь как раз попадает 5-й класс, и 1-й класс – вот эта новая модель, новая система содержания образования. 1-й и 4-й. 1-й и 4-й классы. И потом 7-й, да. Вот что это значит, может быть, что касается первоклассников, потому что получается, что для них какие-то двойные изменения. У них прямо все поменялось в этом году. Ну, хотя первоклассники нынешние, которые придут, они уже немножечко прикоснулись к новому стандарту, потому что их предыдущий год жизни в садике уже был связан с введением новых стандартов, потому что детские сады с прошлого года… То есть нельзя сказать, что для них это будет совершенно… Вот чтобы сказать, что это вообще очень что-то новое, наверное, будет не совсем верно. В детских садах они уже реализовывали новые стандарты и приходят в школу их продолжать. Да. А что это значит, если я понимаю, что тяжело в эфире это все сразу объяснить, но чем это отличается, все-таки у вас тоже большой опыт, вот предыдущие первые классы, вот они обучались, это будут какие-то кардинальные различия или все-таки не столько? Ну, что касается учебного содержания, скажем, каких-то учебных навыков, которые ребята должны приобрести, там больших, очень больших изменений нет. Больше изменений касается, конечно, развития каких-то навыков, умений, которым, ну скажем так, уделялось, может быть, меньше внимания. Работа более рассчитана на то, чтобы дети приучались бы самостоятельно работать, чтобы они какую-то ответственность за свое обучение принимали, чтобы они как можно больше пытались создать что-то новое, давать им возможность креативного какого-то развития. Чтобы у них была возможность свою идею, что называется, проявить, довести ее до конца, где-то, может быть, даже показать эту идею, то есть, чтобы было постоянно развитие творческого, какого-то такого детского творческого потенциала. Да, Инна, вот хотел вас спросить, что касается четвертого класса, там тоже будут какие-то существенные изменения? Или я знаю, что постсоверческая классическая гимназия, она такая, ну, современная, иногда идет на несколько шагов вперед, еще даже вот эти стандарты там не введены, ну, такие новые, а вы уже пытаетесь вот креативно что-то предложить новое. Да, один из примеров – это система оценивания, которая у нас уже очень давно очень отличается от других школ. Директор мне рассказывал, да, Галина Лиев. Да, у нас там нет просто оценок, и, ну, это довольно так сложно, чтобы сейчас объяснить, да, но суть в том, что дети накапливают пункты на каждом уроке, то есть они получают пункты за практически каждый свой вот вклад в работу. Ну, фактически что-то уже система вузов похожа, да, в какой-то ситуации. Да, 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 можно сказать, что похожа, да. И, конечно, будет отличаться в этом плане тоже учебный план, да, то есть количество часов выделено на разные предметы, да, например, снижается количество часов в школах нацменьшинств, выделено на русский язык литературу, да, то есть теперь будет только три часа, например, в неделю русский язык и литература, что значительно меньше, чем было. Также появляются новые предметы, например, как театр, да, дизайн и технологии, ну, вот такие вот новые предметы. 672-12-939, 672-13-939, телефон прямого эфира. Хотел спросить, наверное, это часто вам задают вопросы родители, незнакомые, друзья, я, когда дети учатся в классе, там всё понятно, учителя к ним приходят, это мы уже обсудили, начинается перерыв, да, есть два варианта перерыва, когда дети в коридор выходят, да, ну, кто-то остаётся в классе, и второй, когда им время обедать, да, вот это, наверное, то рисковое время, когда есть опасность, то очень много детей одномоментно пойдут кушать, да, потому что, учитывая, что ваша школа действительно очень большая, очень много учащихся, есть ли какие-то уже на сей счёт принятые решения администрации, как вот тут развести эти потоки, если так можно сказать? Мы отказались от перемен в таком понимании, да, в классическом понимании их не будет, то есть у нас вообще уроки происходят по два, также по четыре, и если мы говорим о старшей школе, они будут происходить по шесть, да, то есть, например, шесть математик в день подряд, да, или, например, там, четыре латышских подряд, потом две, например, математики, да, то есть это таким образом происходит, это тоже минимизирует передвижение детей. В этот вот блок, например, из четырёх уроков уже будет интегрирован поход на обед, и, например, ну, когда дети выходят в коридор, и учитель может проветрить помещение. Но звонков не будет. Вот, то есть не будет так, что одномоментно все выскочат в коридор, как мы все знаем, и начнут тусоваться, если так можно. Это всё будет происходить по заранее подготовленному графику. Ага, чтобы одномоментно не было так, что звонок, открыли двери, то есть фактически получается, что именно учитель ответственный за вот это соблюдение режима времени, да? Да, учитель очень чётко должен следить за временем, поскольку не будет звонков, которые напоминают о конце и начале. В начальной школе тоже уроки построены не по одному предмету, а парами, то есть это 80 минут, внутри которых ещё добавленное время, которое учитель регулирует в зависимости от того, как происходит процесс, в какой момент нужно сделать паузу, перерыв, возможно, выйти в коридор. Это на самом деле довольно сложно, да? Может, учитель должен и следить за учебным материалом, и вот за этими паузами, да? Ну, вот так получается в этом году, что нужно перестраиваться. То есть мы зачастую очень много разговариваем с учителями, которые дают такую вот обратную связь о том, что иногда вот эти 40-минутные уроки, они не дают возможности до конца реализовать задуманные результаты, в которые дети только-только-только разгоняются на какую-то тему и раз звенит звонок. И поскольку вот коллега сказал, что звонков у нас нет, это как, знаете, стартовый, на старт, внимание, марш, все из кабинета выбежали. И, конечно, это и большое скопление народа в коридоре, это и общение, которое сейчас становится таким условным. Поскольку нет звонков, значит, в принципе, можно так логистику, если так можно сказать, построить таким образом, что все-таки уменьшить одновременное нахождение, например, в столовой детей, да? То есть они будут приходить по этому графику в определенное время, и это поможет вот это столпотворение уменьшить, да? Да. В столовой, конечно, будет все равно обедать то количество классов, которое, может быть, обедало до этого, но в самих коридорах, по пути в эту столовую, скажем, и просто в коридорах, и там в санузлах, и везде, количество детей значительно снижается за счет такого графика, да? Что касается дистанционного обучения, это, конечно, пока не относится вот к начальной школе. С одной стороны, мы знаем, что вот с марта по май это все проводилось, многие считают, что даже это очень неплохо, но нет ли учителей опасений, что, может быть, это такое, знаете, обманчивое ощущение, потому что, когда ты учишься сам, ну, или там родители помогают, и нет таких вот, ну, они тоже были эти проверки, но все-таки нет такого взаимодействия с учителем в классе, то может создать такое ощущение, что человек все прекрасно знает, все освоил, но вот когда человек приходит в школу, то выясняется, что пробел. Готовы ли вы к такому повороту? Естественно. Ну, во-первых, начнем с того, что дистанционное обучение выдержало очень много критики, да, в свой адрес, но надо понимать, что это было вынужденное, да, решение из-за экстренной ситуации, конечно, и никто, нет такой цели, чтобы дети учились дома теперь всегда, или там просто когда, не знаю, там министерство решит, чтобы так происходило, нет, это только-только экстренная ситуация. У нас дистанционное обучение проходило достаточно успешно, я считаю, была разработана система, которая позволяла контактировать детям и учителю в режиме онлайн, да, аудиоформат и письменный формат, и можно было посылать разные файлы и картинки, и даже видеоформат, ну, не со всем классом, там, с определенными группами. То есть, ну, в принципе, это достаточно все было эффективно, и это позволяло организовать какую-то обратную связь. Но, конечно, сейчас в сентябре, встретившись с детьми, ну, будет иметь место быть какое-то повторение. Но так происходит всегда, то есть не только во время, там, после дистанционного обучения, а каждый год мы повторяем какие-то вещи, которые проходили в прошлом году. Это нормальный процесс. Вот мы понимаем, что реформа вот эта, в том числе, языковая, она продолжается. Мы знаем те проценты языков, которые введены в школах с билингвальным обучением. И, наверное, это налагает определенные, не знаю, обязанности и на школу подготовить, ну, или принять на работу достаточное количество учителей, в том числе латышского языка. Как с этим обстоит дело? Вот что касается начальной школы. Или сами классные руководители это обеспечивают? Как это происходит? Учителя латышского языка, как учителя в достаточном количестве, ну, у нас, по крайней мере, в нашем учебе. В латышской гимназии нет дефицита, да? Мы не испытываем дефицита, достаточное количество, и процесс обеспечен у нас. Наверное, в 4-6 классах то же самое, да? Мы приняли на работу учителя латышского, да, очень успешно. То есть пока что все хорошо, у нас нет дефицита. Вот говоря об учителях, все-таки Рижская классическая гимназия, ну, действительно, это, мы уже констатировали, самая большая школа, но одна из самых популярных вообще в Риге, пока не имеется, мы говорим о Риге. Но в стране тоже, если такой был бы вопрос, в Риге, и мы знаем, какие показатели по Олимпиадам замечательные, там, по-моему, первое место, если мне по некоторым показателям. Да, это значит, что вроде бы и обычная школа, хотя такое слово обычная, да, но в то же самое время, понятно, что требования к учителям, наверное, чуточку выше, при всем уважении к другим учебным заведениям, да, какие-то дополнительные требования вот предъявляются, вот, например, не знаю, вот вы сказали, что приняли учителя латышского языка. Ну, понятно, что у него есть соответствующее образование, диплом, все это ясно. Но какие-то есть еще требования, там, чтобы быть учителем в классической государственной гимназии? У нас происходит достаточно много методической работы, то есть нет такого, что, например, учитель отработал там до своих двух часов или до часа и пошел домой, да. Мы очень поддерживаем, во-первых, сотрудничество между учителями, да, и это очень, ну, это на самом деле необходимо для того, чтобы какое-то содержание интегрировать между предметами, чтобы на выходе ребенок мог, ну, получить какое-то комплексное, интересное творческое задание, да. Поэтому сотрудничество между учителями, которые тоже занимают время, и также у нас происходят разные педагогические лаборатории, курсы, семинары, вот, разного такого рода занятия, в которых, конечно, нужно участвовать, и это очень важно, да. То есть не каждый учитель, скажем, готов на это. И когда человек к нам приходит, ну, имеется в виду, что он готов, готов и подписывается на такой стиль работы. Ну, Инна еще хотела, наверное, упомянуть, что у нас довольно серьезная система менторства, когда приходят новые коллеги, вне зависимости от того, они только что со студенческой скамьи, или они уже опытные. Ну, есть специфика каждой школы, да. Да, и у этого человека есть ментор, который может давать советы, отвечать на вопросы, новый преподаватель всегда может обратиться, прийти на урок, посмотреть, как происходит. И это очень большая и серьезная и важная поддержка для новых преподавателей. В 6.12.9.3.9 мы во второй части начнем обязательно принимать ваши звонки. Вот заканчиваем, может быть, эту первую часть. Что касается еще вот этого виртуального обучения, ну, фактически, действительно, это такой уникальный опыт, который был в эти три месяца, наверное, для учителей тоже. Вы какой-то, ну, если так можно такую фразу употребить, разбор полетов тоже делали? Вот как самим учителям удалось вот это дистанционное или виртуальное обучение провести? Мы анализировали, делали какие-то выводы и решения, как идти дальше, да, и как работать во время всего дистанционного обучения. Потому что, во-первых, наша платформа подразумевала то, что администрация, да, гимназии могла посещать уроки, да, чего, скажем, ну, такой возможностью не все платформы располагают. И мы постоянно занимались... То есть вы могли как бы присутствовать на этом виртуальном уроке, да? Да, присутствовать и слышать. И это их в начальной школе тоже? Нет, в начальной школе не относилось. Мы работали немножко по другой системе. Это было осознанное решение, потому что маленький ребенок и компьютер целый день. Это очень спорный вопрос. Уже не говоря о том, что он еще не так владеет этим компьютером. Да, технические навыки. Да, технические навыки, да. Тем более разные платформы использовались, да? Да, естественно. То есть использовалось много разных платформ. Ну, скажем, это вот единая система. Она была вот начиная там с 4 по 12 класс. В этом году в случае экстренной ситуации мы планируем эту же систему попробовать из первого класса, поскольку она, ну, в использовании оказалась достаточно простой. Инна Бурова, Олег Городничья, заместитель директора Рижской классической гимназии. Привемся буквально на пару минут. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Еще раз добрый день. Продолжаем работу в прямом эфире. Вот мы действительно сейчас говорим с представителями Рижской классической гимназии о новом учебном годе. Наверное, это тот редкий случай, когда дети очень хотят в школу. Раньше, до этой пандемии, наверное, каждый считал день до 1 сентября, как быстро лето пробежало, опять учеба. Сейчас как раз тот редкий случай. Я знаю там по своим детям, которые говорят, ну, очень хочется увидеть своих одноклассников. Но в Рижской классической гимназии, я в свое время говорил об этом многое с директором вашей гимназии, все-таки и обычные уроки, они отличаются. Да, вот вы уже сказали, что вот это, ну, сдвоенные или стройные. Вот это в чем тут плюс? Потому что кто-то, может сказать, ну, подряд 4 математики или там очень много. В чем плюс? В зависимости от того, как урок выстроить. Если урок – это просто лекция учителя, и дети там, скажем, сидят спокойно и не являются активными, да, то тогда, конечно, естественно, тогда 4 урока можно, ну, это можно очень устать, и это может быть крайне скучно, да. Но если урок выстроен и часто меняются, скажем, в роды деятельности, да, и заканчивается урок каким-то, например, проектом, продуктом, даже каким-то выходом, да, тогда, естественно, никаких 40 минут не хватит ни на одном предмете, и получается такая раздробленность, да, то есть только начали что-то делать по математике, уже там история, только вникли в историю, углубились уже русские. Вот такая раздробленность, да, получается. Здесь же это вот эти блоки такие, да, учебные, они позволяют углубиться в какой-то процесс и, скажем, получить, на самом деле, на выходе какой-то проект и продукт, что очень важно. Вот что касается начальной школы, происходит ли в первом классе попытка, ну, такой вот в игровой форме это всё-таки преподнести, потому что, ну, всё-таки первый класс, при всём уважении, я понимаю, что кто-то идёт уже, когда ему там 7,5 лет, ну, в зависимости от того дня рождения, и тем не менее всё-таки это ещё есть. Ну, конечно, конечно, игровая форма деятельности на уроках первых классов, это, нельзя сказать, что она там ведущая, но она занимает большую очень часть, особенно когда мы говорим о спаренном уроке, о 80 минутах, игра методически выстроенная, правильная игра, не прятки по классу, да, а какая-то методически верно выстроенная учебная игра с элементами какого-то там увлечения детского, она обязательно присутствует на всех уроках в начальной школе, особенно если это блок пара какой-то и так далее, да. Вот, Инна, я знаю, что вы преподаете и английский, вот что-то отличается вообще преподавание в русско-классической гимназии, ну, тех, может быть, кто люди постарше, которые ещё в советское время учили, все мы прекрасно знаем, как нас обучали иностранным языкам, вот что вот здесь? Ну, скажем, у нас в классической гимназии есть такое отличие, то, что мы используем интегрированное изучение языка и предмета, да, то есть это такой метод, который позволяет ребёнку изучать язык. Да, не только на как бы самом предмете этого языка, но и на других предметах. Что, в принципе, логично, это помогает освоить терминологию, да? Да, и, скажем, терминологию не только по каким-то там темам, которые предлагает, не знаю, программа изучения языка, условно, там, животные, одежды и так далее, а более такой богатый, насыщенный и словарный запас формируется, и вообще формируется вот этот навык использовать вот этот целевой язык в разных жизненных ситуациях. Вот это то, что я хотел спросить, да, потому что иногда получается, что вот вроде бы ребёнок знает, и есть какой-то словарный запас, но поскольку практических, практики общения нет… Да, свободно высказаться, он не может. Да, он не может свободно высказаться, я всегда говорю, это очень хорошо, а вот ты поговорить вот с человеком можешь, хорошо, что ты знаешь, как называется это насекомое или вот это животное, а вот поговорить, да? Ну да, скажем, сейчас вот в четвёртых классах у нас будет социальные знания, один из уроков только на английском языке. Вот, то есть, ну там два урока в неделю, один из которых только на английском. Это правильно. Более того, я вам хочу сказать, что мы в первых классах тоже запланировали в этом году на уроках социальных знаний какие-то элементы английского языка, потому что материал очень богат на английском языке, его нельзя не использовать. Но потом дети приходят такие, которые уже, для которых английский язык – это не удивление, а часть жизни. А часть жизни, да. Бытует такое мнение, что современные дети, правда, мы тоже можем сказать, что в своё время, и мы многие учились, я помню, что даже по субботам была школа, но вот бытует такое мнение, что дети очень перегружены, что очень много уроков, большой массив вот этого учебного материала. Это так или не так? Ну, как на этот вопрос посмотреть, да, дети тоже бывают очень разные. Кому-то этот материал кажется достаточным, кому-то даже легко, кто-то ещё успевает после этого в 33 кружка сбегать, и всё равно у него ещё будет масса энергии, и он ещё готов ещё к чему-то. Бывают, конечно, случаи, когда кажется, что очень много. Когда уроки парами происходят, это тоже позволяет уменьшить количество разных домашних заданий на каждый день. То есть мы делаем не шесть разных домашних заданий, а только три или два. Ну, домашние задания должны быть, я понимаю, что дискуссия такая будет вечная, даже я знаю, что родители разделились, одни говорят, ну, куда там ребёнок приходит потом до вечера, детства нет, потом опять ложится спать, может, завтра утром всё по-новой, а другие говорят, нет, вот у нас было домашнее задание, и у наших детей, пускай, только на пользу. Знаете, дети современные, они очень такие, как бы, ну, они умные, да, они умеют делать те вещи, до которых мы, может, даже не додумались бы. Они, естественно, очень успешно там по WhatsApp пересылают там готовые домашние задания. Если эти домашние задания у всех одинаковые, а ещё бывает, когда там ответы доступны в конце книги, да. Да, ну, родители иногда помогают, да. Да, домашние задания должны быть такое, которое нельзя списать у друга, да, или там… То есть креативное мышление должно быть, да. Конечно, то есть, ну, такое домашнее задание, которое… Больше индивидуальное. Да, да, да. То есть это не значит, что теперь учитель должен потом проверять три с разных домашних заданий, да, но это может быть что-то наизусть выучить, если мы говорим о языке, да. Ну, то есть какие-то такие вещи. Без этого никак, да. Обязательно, да. Вот, наверное, отдельная тема – это действительно учителя, ну, это такая, не хочу вас ни в коем случае на какую-то политическую стезию толкать, но мы знаем, что год от года этот вопрос поднимается, о достойной заработной плате для педагогов. Вот мы сейчас, наконец-то, коалиция пообещала после угрозы там забастовки прибавить что-то лекторам и профессуре, доцентам университетов. Но что касается школ, все-таки ваша школа из-за того, что этот принцип действует, деньги следуют за учеником, у вас, наверное, больше возможностей и учителям заплатить достойно, но и нагрузка, наверное, тоже большая. Да, если мы говорим в целом по стране, то в этом году с 1 сентября минимальная заработная плата за ставку, что составляет 30 часов, это поднимается с 750 евро до 790 евро. И сейчас министерство заявило о том, что они могут теперь соблюдать этот график, повышение зарплат, получается, к 2023 году, если я не ошибаюсь, это будет зарплата составлять уже 900 евро. Как базовая ставка минимальная. Каждый директор имеет право повысить, скажем, зарплату учителю на 50% от минимальной ставки. То есть, получается, это довольно большой топлив. Ну, хоть сколько, да. А когда школа большая, это позволяет обеспечить учителю ставку и больше даже при желании. То есть, учителю нет необходимости совмещать 4 разные школы, бегать, ездить и тратить на это время. И думать, как вообще его свести концы с концами. Да, да. Конечно, когда учитель работает в одной школе, это позволяет ему и сосредоточиться на своей работе, и с коллегами, и сотрудничать. Это для всех хорошо. И для учителя, и для школы, и для учащихся, да. Что касается начальника школы, там тоже есть какие-то особенности? Потому что, ну, всё-таки тяжело, я представляю, вот с 1 по 3 класс. В плане оплаты никаких особенностей нет. Это такая же ставка 30 часов теперь с 1 сентября. А категории? В категории этот процесс уже, как бы, вот он, значение пятой категории уже отошло какое-то время. Теперь их только 3 стало, да. Такая же работа, как у всех остальных, но она больше сопряжена, скажем, именно с детским возрастом. Всегда молодой остаёшься, всегда должен быть активный, интересным детям. Ну вот опыт и стаж имеют значение? Или так всё унифицировано, что особого значения уже не имеет, сколько ты проработал в школе? Для оплаты труда. Скажем так, для оплаты труда, во-первых, имеет значение предмет, да. То есть оплата, скажем, учителя, который там, ну, преподает рисование, да, она не может быть одинаковая с зарплатой учителя, который преподает математику или физику, например, в стажей школы. Учителя рисования, да. Естественно, то есть я ни в коем случае не хочу описать учительные рисования. Да, нет, ну просто такова реальность, да. Просто, ну, там идёт и подготовка к каким-то и олимпиадам. Ну, партонные работы, там химия, к примеру, да. Да, 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 то есть у массы такой, ну, серьёзной работы, да, поэтому, да, отличия есть. Ну, и в зависимости тоже от того, принимает ли учитель участие в каких-то методических разработках и семинарах и так далее, и так далее. Всего вовлечённость в эту вот школьную жизнь, помимо ведения уроков непосредственно. Вот на Ваше взгляд, нужно ли что-то менять в системе, ну, да, это, наверное, может быть больше к старшим классам, но, тем не менее, в системе экзаменов, я так понимаю, что в шестых классах тоже будут какие-то проверки, да, вот такие, по-моему, языковые, да, по окончании шестого класса. По окончанию шестого класса есть диагностирующие работы государственные, так же, как и по окончанию третьего класса. Но по поводу экзаменов, как сейчас тоже вот было сказано, да, министерством, что в экзамене не должно быть тех вещей, которые ребёнок может просто посмотреть там в интернете или в словаре. То есть должны быть более комплексные, сложные задания, да. То есть есть какая-то, скажем, часть, которая, может быть, подразумевает, ну, какие-то знания фактов, но основная часть экзамена – это именно умение применить эту информацию в контексте. То есть как бы в реальных жизненных ситуациях. Это, наверное, уже и к начальной школе тоже относится. Ну, цель диагностирующей работы в третьем классе – это посмотреть, как успешно мы справились с задачами, которыми стояли у нас до третьего класса, и внести необходимые коррекции в случае, если есть какие-то сложности. Вот диагностирующая работа определила, что у нас сложности вот в этой части. Значит, мы корректируем свои рабочие планы до того момента, как они от нас уйдут в четвёртый класс, чтобы ребята ушли без пробелов в знаниях. Вот, может быть, такой вопрос хотел задать. Вот получила Рижская классическая гимназия, кстати, по-моему, первая, если не ошибаюсь, из тех, кто обучает, ну, милингвально, такой статус государственной гимназии. Школа нацменьшинств. Школа нацменьшинств, да. Что это меняет вообще, вот кроме такого, ну, статуса государственной гимназии? Это, не знаю, какие-то дополнительные требования на учителей, там, по классному руководству, что это меняет? Ну, во-первых, при поступлении в седьмой класс есть конкурс, да, то есть уже не в этом году, да, но начиная уже со следующего года. С следующего года. Да, да, да. Именно в седьмой считается, что это такая следующая статус. Да, гимназия начинается с седьмого класса, то есть вот у нас с первого по шестой, это, ну… То есть фактически получается, что те, которые сейчас, со следующего года, это те, которые сейчас учатся в пятом классе, наверное, да, еще… Нет, те, кто вот сейчас пошли в шестой, перешли в шестой, они уже будут поступать по конкурсу, да, да, совершенно верно. И будет иметь большое значение оценка, которую они получат в шестом классе. Ну, не оценка, да. Это сама вот работа, которую они напишут по завершении шестого класса, да. Также это дополнительное финансирование, да, ну, это тоже, начиная только с седьмого класса, да, у гимназий государственных. То есть это еще есть возможность все-таки тогда, ну, отбирать самых-самых, так вот, сильных учащихся, да? Ну, по сути, да, да. Если вдруг, ну, наверное, это больше относится уже к четвертому классу, когда уже начальность школы заканчивается, вы видите, что какие-то дети, ну, начинают отставать по разным обстоятельствам, в том числе, может, какие-то семейные. Вот, я так понимаю, ну, не всем все-таки легко давалось вот это обучение на дому, и с точки зрения самой дисциплины и так далее, так далее. Что, какие возможности есть у школы, как вы вообще действуете в этой ситуации? У нас работает достаточно сильно такая, скажем, группа поддержки, да, это и там социальный педагог, и психолог, и специальный педагог. То есть мы уделяем особое внимание детям с учебными трудностями, да, скажем, специальный педагог, он может даже на уроке, например, сесть рядом с ребенком и помочь ему, да, или после урока с ребенком встретиться и помочь ему вот по каким-то материалам, с которыми были трудности. А вот в первом классе с этого года у нас вообще такое интересное решение, Ольга расскажет. Да, ну, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что ни в одной школе Риги, возможно, ни в одной школе Латвии нет такой системы, которую мы вводим в этом году для новых первоклассников, в которой все-все новое, значит, это тоже вводит новое. Мы организовываем для первоклассников воспитателя первых классов. Да, я о таком не слышал, да. Это человек, который, ну, можно сказать, условно выполняет функции классного руководителя, но не является учителем-предметником. Ну, это помощник учителя, можно так сказать? Это как помощник учителя, ну, это помощник учителя, но главный человек для детей. Он встречает с утра ребят, у них случается рита-аплость, так как они привыкли это делать в садике, они обсуждают предстоящий день. И это все делает вот этот вот воспитатель. Да, то есть задачи, какие на этот день поставлены, что мы сегодня новое узнаем, на какие вопросы мы сможем ответить в конце дня. Вы должны быть очень внимательными, чтобы ответить на вопросы в конце дня. Что такое будет сегодня интересное? Этот воспитатель присутствует на всех уроках вместе со своими учениками, ассистирует педагогу, то есть помогает педагогу, поскольку у нас учебный процесс построен в групповой работе, то есть у групп могут быть разные задания, и учитель может концентрироваться там на одной группе, помощник ему помогает на другой группе. Слушайте, гениально. И бывают детки, которые... Что-то ведь в этом есть, да? Нужно, чтобы рядышком села воспитательница, его погладила... Прямо во время урока? Прямо во время урока. Сказал, ну да, давай вот попробуем, давай все-таки как-то плечом селить, ну, то есть реагирует на каждый день. Он должен уметь взаимодействовать не только с детьми, но и с педагогом. Да, это вот такой... Но это тоже педагог, так что мы... Это тоже педагог. В школе не может человек работать без педагогического образования, да. Когда заканчивается учебный процесс, то есть это и прогулка, это и обед с воспитателем, и это до четырех часов дня, ну, как группа продленного дня, где воспитатель уже самостоятельно, без помощи учителей контролирует, вот они там не успели что-то сделать на математике, воспитатель организовывает что-то там доделать. Если есть домашнее задание, значит, организовывают домашнее задание. И какое-то творческое занятие, которое воспитатель сам придумывает, что сегодня интересно такого сделать. Так что контактирует с родителями, родителям всегда интересно знать, а как вот мой мальчик там, вот на этом уроке, а вот моя девочка, вот а что ей надо потянуть? Воспитатель дает рекомендации, ну, родители... У вас сейчас, вы набрали сколько, шесть первых классов? Семь. Семь первых, это получается, что должно быть семь помощников-воспитателей? Да, да. Ну, молодцы, да. Да. Ну, это, как бы, вот эти люди уже имеют опыт, не только образование, да? Да, да. Ну, есть, мы очень всегда рады, когда к нам приходят студенты, потому что... Ну, которые собираются в будущем работать. Которые учатся на педагогическом факультете, и у них есть прекрасная возможность проверить себя, действительно ли они выбрали правильное направление. Может быть, им надо с этим делом завязывать или, наоборот, убедиться. Нам всегда интересно, когда молодежь приходит в школу, потому что это другой взгляд на жизнь, это ближе, как бы, к детям, они более, может быть, иногда творческие, может быть, им где-то не хватает знаний, но наши менторы всегда с ними им помогут. Не могу вас не спросить, это такая, наверное, проблема, которая всегда существовала, вот недостаток, может быть, мужчин-педагогов в школе, да? Ну, понятно, что у вас есть директор, наверное, я не знаю, учитель физкультуры или трудовик, как принято, тоже, наверное, да? Спорт и мужчины учитель. Да, 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 да. Но, в принципе, я так понимаю, все-таки женщины превалируют, да? 95%, наверное, женщины. В начальной школе нет ни одного мужчины, учителя. К сожалению. Будем надеяться, когда произойдет вот это повышение зарплаты. Вот я хотел сказать, что, наверное, это одна из причин, да? Да, придут мужчины, может, тогда в школу. Это очень важно, потому что некоторые дети, они иногда даже как-то вот лучше реагируют. То есть это как в семье, то есть баланс должен быть такой, да? Да, иногда даже лучше реагируют на учителя мужчину, просто потому что это непривычно. Ну, так вот. То есть вы, в принципе, ждете, да? Мы не будем против, да. Даже за. Да, более того, завтра вот у меня собеседование. Один мужчина, кандидат, вот изъявил желание работать в начальной школе учителем социальных знаний. Это очень важный такой предмет, очень серьезный. На самом деле это важный предмет. Многие его недооценивают, говорят, ну что это за предмет? Да, он очень сложный, но он очень важен, поэтому вот завтра поговорим, посмотрим, ну вдруг у нас будет мужчина. Здесь очень важная особенность, что мало быть профессионалом в какой-то профессии, иметь диплом, все-таки без педагогического образования в школе же работать нельзя, да? Нет, и без желания, и без вот этого, на самом деле, какого-то навыка работы с детьми. Вот это, конечно, замечательная история по поводу воспитателя в первом классе, как ассистента, учителя. Это, наверное, интересно, в каких-то странах это есть, да? Ну, я думаю, что есть, конечно. Функции ассистентов в европейских странах иногда даже настолько расширены, что он может вести какую-то часть урока в отсутствии… И даже не только в первом классе. И даже не только в первом классе, да. Да, или какую-то группу детей, например, ну там, изолировать и с ними заниматься чем-то там параллельно другим. Да, мы пока начинаем вот с этого. Но в то же самое время седьмого класса у нас нет классных руководителей, у нас есть кураторы. И в этом году с шестого класса уже тоже планируем систему куратора. Опять-таки это уже ближе к вузам, вот эти вот кураторы, да. Да, но в то же самое время этот человек, у него меньше часов контактных, да, он не перегружен уроками. И он может сконцентрироваться на работе вот именно с детьми, быть таким менеджером, да. И также посещать уроки. Он обязан, да, смотреть, как дети работают на уроке, у кого что получается, не получается. Ольга Городнича и Инна Бурова у нас были в студии, заместитель и директор Рижской классической гимназии. Ну что, с наступающим вам днем знаний. Я думаю, что все мы можем друг другу пожелать, что все-таки отступила эта пандемия, можно было нормально вообще провести этот учебный год. Спасибо. Спасибо. Поздравляем всех.